Поговорить о спорте, обсудить планы на будущее, рассказать о перспективах. Накануне Всероссийского дня физкультурника с представителями региональных СМИ встретился министр спорта Омской области Александр Фабрициус и советник губернатора Омской области по спорту Владимир Попов. Началась встреча с торжественной части. За освещение мероприятий и пристальное внимание к спортивной жизни региона журналистам вручили благодарственные письма. В этом году только 324 спортивных мероприятия мы будем проводить. На следующий год, так как увеличивается количество федераций, мы планируем до 400 спортивных мероприятий проводить в год. Поэтому представляете, сколько спортивных соревнований и наши дети смогут добиться там результатов. Еще одно новшество, которое мы уже сейчас вводим, и я этому уделяю особое внимание, это делаем по каждому виду спорта будет образована сборная команда Омской области. Не будет клубов, все что можно на уровне первенства области. Статус чемпионата области очень будет высок. Все, кто завоюет на чемпионате области, право называться чемпионом Омской области и покажут высокие результаты, только эти спортсмены будут включены в состав сборной команды Омской области. Будет определен главный тренер, старший тренер команды Омской области, и эта команда будет представлять нашу область на всероссийских первенства, Кубок России, Чемпионат России и так далее. Строительство крупных спортивных объектов в областном центре и ежегодное обновление материально-технической базы в муниципальных районах Омской области. Александр Фабрициус заверил, что улучшение спортивной инфраструктуры региона продолжится в полном объеме. Сельского спорта в стране, такого как у нас, его практически нет в России. Это все благодаря нашим королевам спорта и празднику Севера. Поэтому вы были свидетелями Таврического района, нашей Тавричанки, такого комплекса, но в России, в деревне, я вам скажу, это точно нет. Потому что то, что построили в Тавричанке, сегодня это просто огромный нормальный спортивный комплекс, который присущ любому стотысячному городу. В планах министра привлекать к организации спортивных мероприятий и строительству объектов, инвесторов и развивать спорт в регионе, в том числе за счет внебюджетных средств. Будет уделяться внимание развитию олимпийских видов спорта, регби, гольфу. Не останутся без внимания спортсмены-экстремалы. Ряд мер планируется принять для массовых занятий спортом и оздоровления жителей Омской области.